Воскресенье, 6-й седмицы по Пятидесятнице, 29-е зачало Евангелия от Матфея. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань и ходи?» «Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». «И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеку». В этом зачале Евангелия от Матфея рассказывается об исцелении расслабленного человека, то есть парализованного человека. Парализованный человек сам не мог прийти ко Христу, и очевидно, что его принесли. Когда его принесли к Спасителю, он исцеляет этого человека. Здесь в евангельском тексте есть такое интересное выражение. «И видя Иисус, веру их», — сказал расслабленному. Не сказано «видя веру его», хотя очевидно, что человек это тоже веровал. Говорит веру их. Веру кого? Веру тех, кто принес этого человека Господу Иисуса Христу. И это указание нам, что очень часто чудеса совершаются по вере людей наших близких. По вере наших ближних могут совершаться чудеса даже с нами. И это очень важно, потому что показывает, насколько должны быть объединены люди верой в Господа Иисуса Христа. Часто Господь совершает чудеса по вере наших друзей, по вере наших наставников. Господь помогает нам по вере наших родителей. И этот текст убеждает нас в том, что вера людей, желающих нам блага, желающих нам добра, она Господом учитывается и чудо совершается по вере наших ближних. Господь говорит этому человеку, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. И после этого этот человек исцеленный, и Господь повелевает ему встать и ходить. Здесь в Писании сказано, что окружающие его книжники и фарисеи, услышав эти слова, стали говорить в сердце своем, он богохульствует. Почему было это обвинение? Потому что иудеи полагали, что отпускать грехи может только Бог. И когда Христос говорит о том, что прощаются тебе грехи твои, то сразу они в сердце своем возмущаются, полагая, что он говорит то, что не должен был сказать, и делает то, что не должен был сказать. Мы, читая этот текст, должны задаться вопросом, кто прощает грехи? И ответ на него будет такой. Конечно же, грехи прощает только Бог. Это только в Его власти. Но то, что Христос сказал, прощаются тебе грехи твои, как раз указывает на Его божественное достоинство. Просто книжники и фарисеи, ненавистники Христовы не захотели понять этого, не захотели принять этого. Они знают и правильно понимают, что только Бог отпускает грехи. Но когда Христос произносит эту фразу, они не думают, что эта фраза подтверждает мессианство и божественное достоинство Господа Иисуса Христа. И, наоборот, рассматривает эту фразу как обвинение в богохульстве. И вспомним, что когда Христа будут судить, одно из обвинений, наверное, главное обвинение, которое будет выдвигать против Него книжники и фарисеи, это как раз обвинение в богохульстве. Но да, Бог только прощает грехи. Однако Христос, говоря фразу этому человеку, расслабленному, прощаются грехи твои тебе, тем самым и показывает свою божественную власть, свое божественное достоинство, и что у Него есть власть отпускать грехи. Конечно же, в этой связи можно задать и вопрос, а как же тогда прощение грехов во время таинства исповеди? Ведь священник читает молитву об отпущении грехов. Но вспомним иной евангельский текст, когда Господь Иисус Христос уже после воскресения Своего является апостолом и говорит им, примите Дух Свят, им же отпустите, отпустится, а им же держите, держаться. Святые отцы и учителя церковные всегда видели в этих словах то, что Господь наш Иисус Христос дает апостолам, а через апостолам власть в церкви отпускать грехи. Бог Иисус Христос, Богочеловек Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек дает эту возможность, эту праву как дар своим апостолам. И это есть великая радость и великое счастье, что Господь дарит этот дар, тверидует этот дар своим ученикам прощать грехи. Он имеет право это сделать, потому что у него есть право прощать грехи, ибо он Господь Бог, и это право он имеет все возможности передать. И его воля такова, чтобы передать право прощать грехи своим ученикам и апостолам. И это часть церковного вероучения. И в этом мы должны видеть радость и упование, и указание на милость Божью, а не указание на некое послабление в нравственной жизни. Не так, как могут некоторые полагать, что если священник читает молитву о прощении грехов, то это с легкостью делает нас или святыми, или праведными, и позволяет нам дальше грешить. Ни в коем случае. Сама по себе эта милость Господа, данная апостолом, лишь показывает его милость и призывает нас ради этой милости жить согласно чистоте христианской веры. Интересно, что в самой еще этой фразе Господа и Соса Христа, сказанную расслабленному человеку, «Прощаются тебе грехи твои», указание на то, что источник всех заболеваний – это, конечно же, грех. Не имеется в виду, что всегда, если человек заболел, грипп, насмерть или еще что-нибудь, это обязательно наказание за грех. Но в глобальном смысле человек болеет, потому что есть сила греха. Эта сила греха проявляется в нашей человеческой природе. Мы склонны к тлению, к тому, что мы истлеваем и в конечном итоге умираем, потому что есть сила и есть последствия первородного греха. Поэтому все люди болеют. Болезни, смерть вошли в жизнь человека, как результат грехопадения прародителей. И хотя мы не участники этого грехопадения прародителей, тем не менее последствия этого грехопадения прародителей сказываются и на нас, в том числе и в нашей склонности к болезни, к тому, что мы подвержены этому процессу тления, и в конечном итоге все умираем. Однако в некоторых случаях, и это будет видно из других евангельских текстов, болезнь, конкретная болезнь конкретного человека может быть или наказанием, или неким испытанием данным человеку. Хотя бы вспомнить исцеление расслабленного овчей купели, когда Господь исцелил этого человека, потом еще раз к нему подходит и говорит ему, чтобы ты больше не грешил, дабы не произошло с тобой еще чего-нибудь худшее. И согласно толкованию многих святых отцов, в этой фразе как раз и указывалось, что расслабленность того человека, она была связана с образом греховной жизни. Из этого текста мы не видим, почему этот человек расслаблен, но из фразы Господа «прощаются грехи твои» можно предположить по аналогии и с расслабленным у овчей купели, что источником, причиной парализованности этого человека была грешная жизнь. Однако, как сказано в Писании, народ, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Чудеса Господние, они должны были убеждать людей маловерных, которые хотят постоянно видеть чудеса, в том, что Господь есть истинный Мессия, и в действительности слепые видят, глухие слышат, и парализованные могут ходить. Такова сила чудес Господа. Господь сделал все для того, чтобы люди, слушающие Его, покаялись и приняли Царствие Божие.